Новости Представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала международных наблюдателей, которые негативно оценили президентские выборы в Азербайджане. Она сказала, что наблюдатели заранее были настроены на негативные оценки, потому что их цель – очернить выборы. Выборов в Азербайджане как таковых не было, впрочем, как и в Армении и России, и Захарова просто обязана была встать на защиту суверенной демократии на постсоветском пространстве. Но в случае с Азербайджаном присутствует более широкий контекст, связанный соотношениями России с Западом и задачами России в регионе. Алиев передвинул выборы на несколько месяцев вперед, что, безусловно, было связано с динамикой бурных международных событий. Выборы в октябре могли возыметь непредсказуемые последствия, в том числе, в военно-политическом плане. С другой стороны, репродукция ставит Алиева перед сложным выбором. До выборов он беспрецедентно поднял планки по карабахской проблеме, заявив о претензиях на территорию Армении, что стало своеобразным предвыборным обещанием Алиева народу. Он мог уступить корону жене, тем самым сняв с себя невыполнимое обещание, но, став вновь президентом, он либо должен будет выполнять обещание и начать военные действия, либо попытаться спасти лицо. Однако, начать войну не так просто, Алиева нужны гаранты, и признание его права на войну, которого сейчас у него нет. И тут вновь приходит на помощь Россия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне завершения срока полномочий Сержа Саркисяна в интервью армянским СМИ вспомнил о казанском документе 2011 года, заявив, что стороны были близки к подписанию, но оно не состоялось из-за новых требований и условий, что естественно. Он сказал, что работа может быть продолжена. Говорить о казанском документе нет смысла, достаточно напомнить, что он не предусматривает статус для Карабаха. Армения сейчас настаивает на статусе, что Азербайджан не принимает. Намекая на казанский план, Лавров тем самым помогает Алиеву обосновать продолжение участия в переговорах. Это спасение для Алиева, потому что ему нужны переговоры как таковые, пока будет получено право на войну. Лавров, фактически, также намекает, что проблема будет решаться в формате России Армения и Азербайджан. В этом смысле тройка избрана, Путина, Алиев, Скоро и Саркисян. Зачем Армении переговоры, непонятно. Тезис армянских чиновников о том, что альтернативой переговорам является война, не выдерживает критики. Война будет в любом случае, если Алиев получит право, независимо от того, участвует Армения в переговорах или нет. Алиев, Скоро и Саркисян.